А на Брянщину вы не заезжали? Она же граничит со Смоленой. Что что? На Брянщину не заезжали? Заезжали. Там есть записи, но я их не расшифровывала. У меня не дошли уроки. Надо сказать, что это тяжелый труд. Тоже скрипку очень трудно расшифровывать. Очень много всяких призвук, которые трудно отсеять. Я уже на разных скоростях проверяла. На разных скоростях это вообще получается. Понимаете, там каждый призвук получается как какой-то голос, какое-то созвучие. Ну, фиксировала это. Потом отметать, не отметать, очень трудно решать. Брянские скрипачи, они двоимто записывали. Они оказались не столь искусственными, их просто очень трудно. Я время это отодвигала, отодвигала, это и в конце концов не расшифровала. Но они и есть в записи. Если найдется какой-то очень хороший умирец, то вот и компьютер скоро будет это все делать. А как вы считаете, в центральной полосе России и в Павловне могла существовать, когда-нибудь, допустим, гипотетически скрипичная традиция? Или это как бы... Вы знаете, в центральной России, конечно, традиция эта более поздняя, естественно. Но гудки, наверное, все-таки существовали для скрипки. То есть скрипка все равно не на пустом месте появилась. Потому что, опять-таки, скрипка являлась неотъемлемым атрибутом свадьбы. Причем не только в деревнях, но и в городской среде. Что касается вообще распространения скрипки, она же распространилась даже в высших сословиях. Она в городской среде, очень широко распространилась. И в высших сословиях, и членов царской семьи, кто играет на скрипках. Мне приходилось записывать песни в центральной полосе России, где поется, ну это вот АК примерно, скорее всего, Нижняя АК. Там парень, да, вот он, добрый молодец, ходил, гулял, да-да, и вот он в инструмент, ну, играет там, там написано, он во скрипку балалайку. По Москве парень гулял, товар мелкий закупал. То есть упоминается Москва, то есть как бы центральный полос России, значит. Но песня записана на Нижней Аке, то есть это Муромский район, граница Нижегородской, Рязанской и Владимирской областей. И там очень много таких проповедных песен, где упоминается скрипка балалайка, есть села, которые называются Скриппина, например. Ну, вот какие-то вот такие вот словечки сохранились. Да. А что, вот это можешь говорить о том, что была какая-то, может быть, они знали этот инструмент? Ведь бабушки поют, это сами. Ну, вы знаете, у вас гармошка, это русский народный, стоит? Ну, немецкий. Да? Уже стал русским. Смотри, мы корыли. Спроситель Богу, скажет, что он здесь, скрипка идет, почему-то так натурализовался. Гармошка у нас появилась в начале 19-го века. Да, понятно, да. Нет, ну просто меня все время поражает, когда в песне, или, например, гусля, да, вот просто вот чисто вот так, вроде бы гусельная традиция, естественно, не сохранилась в Центральском, ее как бы и никогда не фиксировали. Но в то же время, да, Дмитриевский собор сидит, велокаменная изба, сидит, по-своему отверстия издали, который говорит, нагуслин. То есть, строители в то время того храма, украшатели его, они знали, что это был за инструмент. Они его изобразили на стенах. То есть, это какие-то все-таки доказательства того, чтобы эти инструменты могли существовать. А украшатели были иностранцы? Нет, мы же с собой уже были в наших строительстве. В церкви? В церкви? Нет, это урали в глагальных послугай. Дмитриевский собор уже 13-й, это наше строительство. Нет, не согласен. В некоторых псалтырях украшены маниатюрами. Там можно встретить изображение инструменталисов. Но на скринке известно два изображения. Чтобы говорить о Леоне Стомина, начало 17-го века и конец 17-го века. Известно, замазан этот фреск в Успенском соборе в Москве, в Леоне, там скрипачи изображены. Мне вспоминается издание, которое называлось «Скрибционное открытие последних лет». Там же было, по-моему, в 80-е годы записаны на скрипке на игрыше. Я сейчас могу просто ошибиться, но, по-моему, это с Урала были. И там играл он, он играл сидя, упирал скрипку в колено. Альбинский собор? Сибирский собор, Шарьков, 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 Сибирский область. Ну, то есть, это как-то ушло же туда? Да. Что, а Морозь с Малецкого? Вот, понимаете, есть традиция, которая идет от язычества, от времени скрипка переняла языческие функции, некоторые на себе. И ведущие от того времени, понимаете? А есть традиции, которые сложились, как у многих инструментов, которые в быту употребляются для праздника, для музицирования. Понимаете? Что касается Московской области, то в Московской области было много скрипачей. Еще где-то у кого-то приедено письмо какого-то купца из колонны, который писал, да, который царю писал, что послушай моих дочек, которые искусственно играют на будках, может быть, они тебе понравились, так сказать, в свою протечную палату. А вот музыкально-мелодически вот как бы строй. Вот меня очень как бы заинтересовало, но песню, то ее почему-то не так часто записывали. Вот как за нашим затвором у вас в ваших записях? Вот они играют в тваду. Вот это суть его массы. Вот я просто за нашим затвором. Вот они как играют. Вот если взять Аку, то там вот есть и похожие песни «Пошел конец за двором». Она так же начинается, как за нашим затвором. И вот этот скрипичный нагреш, он один в один повторяет ту песенную фактуру, которая сохранилась на оке. И очень много на оке песен с бурдонным низом вот таким, как играют в скрипке вместе вот с гудящей струной. и все рассказывает. В Смоленской области методы песни есть? А на Экерш есть. В Смоленской? Да. Та-тата-тата, тата-тата, тара 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 тата. Причем он хорошо разработан, это не то, что там есть и верхи, и вторых. Есть целый ряд песен, которые на всей территории России не имеют различных вариантов. А тот сейчас связан со схомароками, которые разнесли ее? Я же не думаю, что это так сказал. Татьяна Николаевна, больший вопрос. Насколько я знаю, в Смоленске и в Беларуси существовали еврейские местечки, где наверняка были очень хорошие пальчики. Вам встречались какие-то сведения? Существовали ли какие-то взаимоприятия? В Смоленске и в Беларуси. Кстати, они уничтожены всех. Они занимались сельским трудом, и там много скрипачей среди них. Но я спрашиваю, а что они играют? А то же самое, что и мы. То есть они русскую музыку играют? А сейчас есть некоторые еврейские ансамбли, которые развивают национальную еврейскую традицию. Кстати, там один такой ансамбль, Дана, возглавляет ученик моего мужа. Совершенно потрясающий скрипач, не побоюсь сказать это слово. И очень интересна манера игры. Виртуоз вышел от глаз, она ничего общего с русской традицией не имеет. По звучанию я не имею в виду, так сказать, соматическое. Когда я спрашивала, а они что, играли? Да они ту же самую музыку, что мы играли. То есть они смоляли многим, с кем вы разговаривали дальше, они ничего не могли сказать о какой-то их национальной самобытности. Понимаете? А я думаю, что она была, не может такого говорить. Просто-напросто они тоже зарабатывали игрой на скрипке, играя на смартфон. Так они же играли там, конечно, для русских русскую музыку. Но у себя, наверное, они и играли, например, на свою музыку. Понимаете? Вам можно еще один вопрос сказать? Корректно. Дело в том, что вы видели скрипку живую, когда скрипачи были необходимы для народа, для того, чтобы она жила, для того, чтобы она играла, для того, чтобы жизнь продолжалась. На ваш взгляд, какие перспективы традиционной скрипки сейчас? Никаких. Что будет дальше? Никаких. Абсолютно. Я вам объясню, почему. В Западной Европе народная музыка почти у друга. У славян она еще где-то больше. Так же, как у нас. В общем, все это чувствуют. А Италия, Франция, Италия. Там совершенно исчезла народная традиция. Потому что народная традиция, она связана с какими-то очень древними истоками. В первую очередь связана с верами. Инструмент, я думаю, что почти любой инструмент, он имел какие-то магические функции обязательно. Может быть, Щепковый не имел. Вот это единственное. А те инструменты, у которых звук тянулся, особенно скрипный. Здесь звук необычный совершенно. Он очень похож на человеческий голос. И поэтому смычковый инструмент одушевлялся. Понимаете? Вот. А связь вот эти потерянные. У нас же, что произошло? Когда начали села укрупнять, многие маленькие деревни, а в каждой маленькой деревне были какие-то свои особенные традиции. Вот согнали их всех в одно место, они стали жить городской жизнью. или почти городской. Общение у них было отнюдь не тесным. А вот годы перестройки вообще все, так сказать, порушили. Деревни, по сути дела, деревни в нашем понимании, с ее устоями, с ее моральностью, с ее нравственностью, с ее представлениями. Просто представлениями даже прекрасного. Понимаете? нету. Нету такой деревни. И в годы советской власти все-таки народное искусство как-то поддерживалось. Смотрами художественной самостоятельности, это, конечно, было несколько наивно, но все-таки поддерживалось. сейчас, по-моему, делается все только, чтобы ее уничтожить, подлинную, зато луночную, возникшую, как интерес, ганажа к этому древнему, исконно народному пласту искусства, понимаете, анимы. И это поддерживает всякие фрактлорные ансамбли, они же не подлинно народные. Но можно сказать, что ансамбль Покровского законсервировал многие народные манеры, и они хорошо в этой манере себя чувствуют, они умеют петь в такой вот локальной манере. В одной, в другой, они их изучили, они знают какие-то особые приемы развития, вообще исполнения. Но это законсервированное искусство, а народное искусство, оно развивалось вместе с жизнью народа, понимаете. Оно обрастало какими-то новыми красками, новыми... Ну, трудно тут все это учесть. Чем оно обрастало? Какими представлениями иными. И, конечно, появлялись новые манеры. Их слуховой опыт все время немножечко менялся. Вот. Сейчас деревня, как таковая, не существует. То, что называется деревней, на самом деле, это какое-то непонятное образование, извините, алкоголиков. И я это уже захватила. Мне уже пришлось с этим столкнуться. Если, понимаете, когда вы приходили раньше в деревню, и просили, видите, не забирать, во-первых, это сразу судили, потому что понимали ценность своего искусства и за то, что эти искусства надо запечатлеть. во-вторых, если в селе кто-то пил, вы перехали. Его очень осуждали. Пили только на очень больших праздниках. Ну, извиняю, но пьянство, как таковое, не поощрялось. В 80-х годах, когда я была, в 87-м году, пересекли. От малых людей. Понимаете? А ты мне поставишь, тогда свою. при чем? Все женщины, старухи 80-летние, в постях. Абсолютно. Понимаете? Без этого ничего нет. Но приходилось в детстве. Да? Приходилось? Приходилось. Ну, без этого отчасти. Приходилось. Приходилось. Последний вопрос. А вам доводилось записывать скрипку в сочетании с бубном такие ассамбли? Посмотрите. Смучало. Смучало. Абсолютно. Когда не одна скрипка, так сказать, две скрипки с бубном. Две скрипки с бубном, одна скрипка с бубном, с ложками, то же самое. Спасибо. Но будет, не только со скрипачами, с горошкой, с горожоном. Бубен там. Причем, не рукой бьют, а колодушкой. Специально. Скажите, а женщин-бубнисток вы не встречали? Встречали. Встречали. У одного. А там называли бубен или барабан? Бубен. 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 На Брянщине барабан называют. Они не знают, что такое бубен. Они барабан называют. Барабан. 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 Спасибо вам большое. Я надеюсь, что встречи с вами станет началом наших таких традиционных собраний. Мы будем приглашать Игорь Тяну Николаевну и может быть, других интересных. Надеюсь, что вы будете пополонять свои знания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.